Я Маша, у меня 47 лет, у меня трое детей и второй сын усыновленный. Я про усыновление думала с ранней юности. Было ощущение, что третий ребенок, он какой-то придат совершенность нашей семье. Было очень страшно, вообще страхов очень много. Я увидела объявление, набирают очередной поток в школу приемных родителей. Это ничего не обязывает, это, наверное, будет интересно. Очень важно трезво оценивать свои силы. И очень многие на этом этапе понимают, что они не готовы. Конечно, огромное подспорье, что в Москве, ну, есть в том числе и РСУ, ты знаешь, что есть место, к которому можно приехать, можно позвонить. И там достаточно людей, которые понимают все про детей усыновленных, какие у них сложности, проблемы. Никита как бы придумывал какие-то сюжетные линии, какие-то страхи или, может быть, какая-то лишняя агрессия. И психолог просто направляет в этой игре. У меня был такой очень сильный страх один. Я боялась, что я ребенка не полюблю. И мне было сказано в ответ, если ты его растишь, даешь ему еду, внимание, учишь его, то это уже в миллион раз больше того, чем он получал. Поэтому нельзя ни в коем случае себя винить, если не чувствуешь того, что тебе кажется, что ты должен чувствовать. В нашем случае, слава богу, все в порядке. Мы написали согласие сразу, после первой встречи. Я столько лет про это думала, я столько лет к этому шла. Если я остановлюсь, мне будет очень тяжело жить самой с собой дальше. Это очень странно, когда ты понимаешь, что, ну окей, ты потратила там иное количество времени, доходил, собрал какую-то кучку бумажек. И вместо кучки бумажек вам выдают живого человека. Мне, как маме, спокойнее жить с тем, что это абсолютно не мой ребенок, это мой сын. Но это же так правильно. Этих детей так много, им так невыносимо сложно и тяжело. Почему люди вокруг не идут и не вытаскивают этих детей, не начинают их любить? Если есть такие мысли, идите в ШПР. Я всем советую. Ты очень хорошо понимаешь, что можешь, что не можешь, к чему готовиться. И если есть такие мысли, то это здорово. Субтитры создавал DimaTorzok